Сегодня в выпуске. Лина смотрит, как Аня делает сок. Это кактус. Это кактус. И я удивлен. Там, 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 короче, чья-то свадьба. Всем привет, дорогие друзья. Сзади меня, сзади меня находится аэропорт Катании. А это значит, что мы на Сицилии. И проще говоря, у нас есть 16 дней и 55 тысяч. И что на это можно сделать? Путешествие по Сицилии. Катание. День первый. Что ж, мы приехали на Сицилию. Точнее, мы уже на Сицилии. Мы приехали в Катанию. И у нас сразу же возникли проблемы с заселением. Мы пришли к месту, где должно быть написано Central Station Home. Но там не было этого. И хорошо, что работал WhatsApp. То есть у нас был какой-то интернет небольшой. И мы могли только писать. Мы спрашивали всех итальянцев, которые проходили ними этот берег, где листом Central Station Home. В итоге оказалось, что хозяин просто ушел, потому что он вот такой вот классный вот итальянец. Но у него рядом живет сестра. Она заселила в свой. В свои апартаменты. Дала нам две комнаты. И давайте сейчас мы посмотрим эти две комнаты. Собственно, вот здесь у нас комната. Вот здесь у нас ванная комната. Вот сюда мы проходим, а здесь будет ванная комната. И прямо в основном. Вот здесь у нас еще одна комната. И идет. И еще. Что случилось? Я не могу встыкнуть и вытыкнуть. А, ну вот это нормально. А здесь я никак не могу. Что, это другая розетка, что ли? Походу, дело, да. Блин, если бы я знала, я взяла бы розетку. У меня есть такая. Не могу. Ну, на самом деле... Что за черт вообще? Я что, без телефона буду? Ну, вообще, на самом деле, я знаю, как зарядить твой телефон. Я столкнулся с той же проблемой, что не мог воткнуть свою вилку в сицилийскую розетку. Причина тому очень простая. У них тоньше вход для вилки, поэтому вот вам совет номер один. Перед поездкой проверьте свои вилки от зарядных устройств, чтобы они были вот такими, а не такими. Вот этот вид. Это просто вид на центральный вокзал. Вообще, как раз. Пока я вам рассказывал про вилки, мы дошли до первой точки. Мы находимся на площади дома, пляце дома, где находится кафедральный собор святой Агаты. Святая Агата — это покровительница этого города. Она защищает от вулкана Этны. Оно украшено мраморными статуями, которые тоже призваны защищать от вулкана Этны. Там же мы можем увидеть резную деревянную дверь, где изображены как раз, как проходила жизнь, вот эта мученическая жизнь святой Агаты. А мученическая жизнь началась так. Еще в 15 лет Агата решила никогда не вступать в брак, а посвятить себя христианству. Гонения на христиан никто не отменял, и вот ее схватили. Потом хотели жениться и требовали отказа от ее религиозных убеждений. Она не согласилась, и ее стали пытать. Вы спросите, ну, многих пытали, почему святая только она? Во-первых, к ней явился сам апостол Петр и исцелил ее раны. А во-вторых, когда Этна начала извергаться, и город оказался не в самом лучшем положении, люди начали ей молиться. И да, город был спасен. У этого кафедрального собора очень тяжелая история. Он разрушался несколько раз, потому что вулкан Этна, собственно, и уничтожал этот собор. Все, что мы вот здесь видим, это защищает, собственно, весь город от извержения вулкана, который находится неподалеку. Также внутри этого собора лежит, покоятся останки святой Агаты. Расскажу вам один интересный факт. Уж очень хочется. Когда Агату пытали, ей отсекли грудь. Да. К чему я это? Будете на Сицилии, обязательно попробуйте десерт Минуца Десанта Агата. Его делают в форме груди. Символизирует он мученичество святой Агаты. Также на этой площади установлен памятник слону. Сам слон сделан из вулканического камня. И этот слон призван оберегать город Катания от вулкана Этне. Гуляя по катанию, можно встретить людей, которые делают сок из свежих апельсинов. К слову, апельсин и Сицилия, они чуть ли не синонимы. Так что обязательно пробуйте фрукты в разных вариациях. Как сказать? Грация. Грация. Это кактус. Это замок Урсина. Это средневековый замок. И раньше он стоял на море. То есть прямо на воде. Он был окружен рвом. Но сейчас мы этого рва вообще увидеть не можем. Потому что когда Этна тут разозлилась немножечко, то весь город смело лавой. И этот замок устоял. То есть все вот так вот лавой тут примяло аккуратненько. А жители стали дальше, когда устраивали город, они просто построили вокруг свои дома. А замок так и остался стоять. Сейчас в замке Урсина располагается музей Катании и местная художественная галерея. Так что если вам интересна история Сицилии, вам точно стоит зайти. Мы решили не заходить в столь интересное место, так как нашли занятие поинтереснее. А именно мы пошли есть. Паста а-ля норма. Фарфале с лососем. Типично катанийское пене. Все это триумф сочекания средиземноморских вкусов. Сварено по твердости, вот прям как я люблю. Так как ты не любишь. Паста приготовленного норма. С баклажанами, с сыром рикотто и, ну, видимо, там я не помню, было что-то про томатный соус или нет. Вкусно. Сейчас попробуем с этим. С баклажаном. С баклажаном. Соответственно, пене. То есть макарошки сами чем-то посыпали. В общем, макароны с рыбой. Я не особо люблю макароны с рыбой, но будем пробовать. Сейчас попробуем. Саньчоусами дальше. Поэтому попробуем сейчас чуть-чуть. Кстати, в целом вкусно на удивление. Я не особо любитель макарон с рыбой, но хорошо. Отведав все это великолепие, когда луна сменила солнце, а небо стало темно-синим, мы пошли смотреть на черно-белые ворота. Ворота Гарибальди. Они завершают одноименную улицу, но раньше они назывались вообще не так. Они были построены в честь короля Фердинанда IV. Наверху мы можем увидеть надпись, которая переводится как «Я восстаю из пепла еще прекраснее». Также наверху мы можем увидеть большие часы и орла. И у меня один хороший для вас вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментарии, из чего сделаны эти ворота. Вот черная вот эта прослоечка и вот эта вот белая прослоечка. Из чего они сделаны? Пишите в комментарии обязательно. Мы зашли... В общем, мы зашли. Это церковь Святого Николая, и она является одной из самых больших церквей в Европе. Время 10 вечера. Вот серьезно. А мы идем в церковь Святого Николая. Мы не знаем, что там будет. Пойдем со мной. Знаете, это вообще непонятно. Куда ты идешь? Вообще можно ли сюда или нельзя? Вот, видите, написано церковь Святого Николая. Общественно, арена. Это самая большая церковь во всей Европе. Здесь хранится более 200 тысяч рукописей. Это очень ценная библиотека. Это какое-то подвальное помещение наверху. Не знаю. Вот это вот. Это макет. Я так понимаю, макет монастырского городка. То есть, собственно, мы пределами вот этих стен, которые сейчас реставрируются, находятся примерно вот здесь. Здесь находится один еще из известных монастырей. И он, типа, сделан очень-очень скромно. И, если честно, мне кажется страшно 10 вещей у каких-то людей. Про каких-то людей, или про нас. Про каких-то людей. Там, короче, чья-то свадьба. Или не свадьба. Я даже не знаю, можно ли это вообще снимать. Ну, короче, там чья-то свадьба. Я даже не знаю, стоит ли туда идти или не стоит. Видите, там люди ходят. Короче, я думаю, это чья-то свадьба. Через объектив камеры не особо хорошо видно, но мой глаз разглядел и жениха, и невесту. Поэтому мы вот таким вот шагом решили покинуть церковь и направились домой. Завтра нас будет ждать интересный и насыщенный день. И о нем я вам расскажу в следующем выпуске. Поэтому подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и, конечно же, путешествуйте чаще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!